500 рублей за стаж – фейк. В социальных сетях активно распространяют новость о прибавке к пенсии в размере 490 рублей. По неправомерной информации, деньги полагаются за непрерывный стаж в 20 лет женщинам и 25 мужчинам. Пенсионный фонд России предупреждает – информация ложная. Гражданину при обращении за назначением пенсии в первичном учитываются сразу все его пенсионные права. Это и стаж, и пенсионные накопления, и взносы, которые за него плачиваются, абсолютно все. И в дальнейшем каких-либо специальных доплат уже не предусмотрено. Специалисты рекомендуют пенсионерам уточнять и перепроверять информацию подобного рода в клиентских службах ПФР. Кроме того, задать вопрос можно в официальных группах организации на Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, Инстаграме. В Магаданском подразделении Росгвардии прошла встреча с учениками английской гимназии. Дети совместно со своим классным руководителем подготовили проект для конкурса «Я – гражданин России». Наша гимназия ежегодно принимает участие в конкурсе «Я – гражданин России». Это конкурс социальных проектов. И на одном из классных часов я ребятам рассказывал про события Чеченской республики и рассказал о том, что есть в нашей школе учился такой человек, как Вадим Валентинович Череп. Ребята, конечно же, были удивлены, стали интересоваться чуть больше, а то началось, расскажите нам еще. Для учеников сотрудники специального отряда быстрого реагирования подготовили лекцию про их однополчанина Вадима Черепа, а также рассказали о специфике работы отряда и его назначении, провели экскурсию и демонстрацию военной амуниции. Ученики английской гимназии имели возможность примерить на себя амуницию сотрудников СОБР. По итогам проекта нашего, который мы реализуем вместе с нашим классным руководителем и директором, планируется ввести День памяти в честь Вадима Валентиновича, который будет внеучебным и получается в дальнейшем туда даже будут приходить в этот день ежегодно сотрудники СОБРа и проводить демонстрации вооружения и обмундирования. В процессе разработки дизайна мемориальной доски сейчас. Череп Вадим дал команду отходить группе, занял оборону, прикрывая группу, был ранен и в том числе раненым продолжал вести огонь, давая отход группе. Пуля снайпера попала в него и он погиб. Во время службы Вадим Череп был награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени и посмертно был награжден орденом мужества за свою последнюю командировку в город Грозный. Теперь ученики гимназии увековечат память о нашем земляке. Есть герой один на Дальнем Востоке, неизвестный почти никому. Позвольте в моем монологе отдать почтение ему. Рожденный в холодном севере, его сердце всегда горячо пылало благими намерениями. Для поддержания экономического благополучия страны, введения новых программ и реализации проектов Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Государству важно знать, с какими трудностями и препятствиями сталкиваются предприниматели, отмечают специалисты. Перепись реализуется один раз в пять лет и является обязательной. Для участия необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в письменном или электронном виде. В электронном виде анкету можно заполнить на таких интернет-сервисах – портал Госуслуг, интернет-сайт Росстата, а также с помощью операторов электронного документа оборота. Анкеты в бумажном виде можно отправить по почте или предоставить в орган статистики в регионе проживания. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставляемой информации. За единовременные выплаты на детей до 7 лет семьям нужно обратиться до 1 апреля. До окончания приема заявления осталось две недели. Многие семьи выплату в 5000 рублей получили автоматически в декабре прошлого года. Пенсионный фонд ждет заявление от магаданцев, чьи дети родились после 1 июля 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на портале Госуслуг или через клиентскую службу ПФР. В обращении необходимо указать данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты банковского счета для перечисления средств. С 1 апреля 2021 года заявления на получение единовременной выплаты приниматься уже не будут. Суд приговорил супружескую пару к лишению свободы за нападение на сотрудников ведомства. В апреле прошлого года 42-летний мужчина и 32-летняя женщина выпивали у себя дома и громко слушали музыку. Соседи вызвали сотрудников полиции и Росгвардии. Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции и Росгвардии столкнулись с откровенной грубостью, агрессивным поведением нарушителей спокойствия, которые не только отказались выполнять их законные требования, но и применили в отношении сотрудников правоохранительных органов насилие, причинив телесные повреждения. Супружеская пара полностью признала вину и раскаялась. Магаданский городской суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Женщину также на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. В Северном Артеке прошли соревнования военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021». В этом учебном году сразу два таких мероприятия провели для юных магаданцев. «Золотой палет» и «Снежный десант» состоялись впервые и теперь войдут в перечень регулярных событий, отмечают организаторы. Победителем соревнований, которые прошли на минувших выходных, стала команда 28-й школы «Граница-28». Ребята одержали победу с отрывом буквально в 1 балл. Соревнования были напряженные, все команды проявили себя достойно. По словам организатора до последнего момента непонятно было, кто из участников одержит победу. Второе место, второе и третье место отстали от победителя всего лишь на 1 балл. Но на 1 балл второе место у нас заняла команда защитники горно-строительный колледж и третье место – это русские витязи Ольский детский дом, команда Ольского детского дома. И места распределились следующим образом. Второе и третье место по количеству первых мест стало вторым победителем, призером – это команды горно-строительного колледжа, а третье место заняли русские витязи. И действительно, вот только что приходили представители наследия, они отстали от третьего места на 6 баллов. То есть, как вы понимаете, это достаточно плотная борьба, и дети не остались безразличными, до последнего боролись и переживали за свои результаты. Соревнования состояли из восьми состязательных мероприятий. В их число входили не только военно-прикладные виды спорта, но и физическая подготовка, а также интеллектуальный конкурс. Что же ожидает в дальнейшем победители губернаторской смены? Они в равной степени, как и победители первого кадетского слета «Золотой эпалет», представят область на всероссийском уровне. Победители «Золотой эпалета» в ноябре месяце уже имеют именное приглашение на всероссийский конкурс «Золотой эпалет», а победители «Снежного десанта-2021» получат такое же приглашение тоже на один из всероссийских конкурсов. Подготовка участников будет проходить по всем направлениям. Конкурсанты должны быть готовы к олимпиадам, по общеобразовательным предметам, военно-прикладным видам спорта, а также умело исполнять бальные танцы и иметь достойную силовую подготовку. Готовить участников будут лучшие специалисты в своих направлениях. Что касается военно-прикладных видов спорта, специалисты Росгвардии обучат юных представителей области. От нас это, конечно, блок военных дисциплин. Строевая подготовка, огневая подготовка, где-то силовая подготовка. Также при поддержке Росгвардии планируется разработать эскиз формы для участников, чтобы достойно представить Магаданскую область на всероссийском уровне. В колледже искусств провели открытие 20-го регионального конкурса «Юные дарования». Почти 40 конкурсантов, учащихся народных отделений детских школ искусств Колымы, представили свои номера в ансамблевом исполнении. Разделены юные музыканты на три группы – младшая, средняя, старшая. Возраст от 7 лет и до выпуска из школы. А учатся в школе 8 лет. Конкурсанты исполнили русские народные песни на баяне, аккордеоне и других музыкальных инструментах. Участники рассказали, почему им нравится заниматься в школах искусств. Я буду играть на аккордеоне. Мне нравится на нем играть, он очень звонкий. Я играю на баяне. Нравится ли тебе этот музыкальный инструмент? Нравится. Сколько лет занимаешься? Я занимаюсь 4 года. Я хотела, в принципе, играть на гитаре, но как на гитару беру только с 10 лет, то пока я играю на баяне. Нравится ли тебе этот музыкальный инструмент? И сложно ли дается? Для новичка это, конечно же, будет сложно, но потом, когда ты привыкнешь, это станет полегче.